В имперском патентном бюро был выдан патент о разработке метода конструкции двигателя внутреннего сгорания. Нового, эффективного теплового двигателя. Это был дизель. Не вот этот, вот. А вот этот, вот. В феврале 1897 года инженерынг сконструировал и собрал первый дизельный двигатель, пригодный для практического применения. Его КПД составляло 75%. Это офигенный показатель даже в наше время. Так вот, к чему это я? А многих из нас интересует вопрос, может ли дизельный двигатель ехать на подсолнечном масле? Дело в том, что использованное масло в фастфудах, например, зачастую просто выливают в канализацию. А у неких человеков есть доступ к этим отходам. А не получится ли применить подобные отходы с пользой? То есть кататься на них вместо дизельного топлива. Именно в этом состоит вопрос. Я начал издалека, с истоков, ибо же ответ таится именно в истории разработки дизельного двигателя. Знали ли вы, что этот движок изначально работал на арахисовом масле? И по словам самого конструктора, так пишет история, создание дизельного двигателя должно было стать переворотом в сфере топливной индустрии. А именно это могло отвязать многие страны от зависимости от нефтепродуктов. Топливо могло производиться там, где хорошо растет арахис, например. Представляете событие? Как думаете, это понравилось нефтяным магнатам, которые во все часы и времена держат мир на нефтяной игле? Конечно, нет. И я так думаю, именно поэтому в 1913 году тело Рудольфа Дизеля нашли в озере. А разработки, естественно, перехватили инвесторы и пересадили движки на дизельное топливо на основе нефти. Тоже вернемся к вопросам. Дизельный двигатель Рудольфа в качестве топлива изначально использовал именно растительное масло. Оно было на порядок дешевле, нежели нефтепродукты. И выхлоп от сгорания его не содержал вредных испарений, таких как серо, например. То есть был нейтральным в отношении СО2, то есть нетоксичным. В то же время расход такого двигателя не превышал расход традиционного дизельного топлива. А мощность не падала. То есть ответом на вопрос, может ли дизельный двигатель работать на растительном масле, однозначный. Может. Но есть нюансы. И об этом в следующих видео. Продолжение следует...